Генеральный разнос на генеральной репетиции – последний этап в подготовке к завтрашнему параду. Все от улыбки до строевого шага оттачивали военнослужащие участники парада. Принимающий парад генерал-майор армии Александр Лапин подошел к делу со всей военной строгостью. Я неоднократно говорил, мы должны проходить с улыбкой на лице. Мы должны выражать великую радость от участия в параде Великой Победы. Мы должны полностью каждую свою клетку посвятить достижению нашей малой победы здесь, на этой площади. Вот здесь наша с вами победа. Малая победа в мирное время. Речь, барабанщики, руки вверх поднимать. Речь, быстрее. Каждый так, ветераны Великой Отечественной войны ждут от вас малого подвига, а в этот раз слабились, дали команду воина и пошли в проходы с шагами монет. Такой грозный начальник так кричит. Да нет. Сейчас только на репетиции. Здесь я раскрою маленький секрет. Всегда должна быть маленькая, но как бы недоработочка. С тем, чтобы отдавать импульс для личного состава к движению вперед. Если мы будем говорить, что мы готовы, мы научились ему, то мы можем просто расслабиться. А этого допустить, безусловно, конечно, нельзя. Около месяца мы готовимся к параду. Соответственно, отбирали самых лучших, самых достойных. Каждый из вас здесь на трибуне будет виден. Не думайте, что вы нас прячетесь, затеретесь в середине строя. В годы войны мы говорим о подвиге, а сейчас молодые ребята, срочники, всего год служат, но уже водят танки, боевые машины, пехоты, зенитно-ракетные комплексы осваивают, машины залпового огня. И они, вот я с ними разговаривал, они говорят, мы на всю жизнь запомним, что мы прошли этим парадом победы. В завтрашнем параде примут участие более тысячи военнослужащих. По площади Минина и Пожарского пройдут пешие и механизированные колонны, а также 36 единиц военной техники. В том числе боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-80, зенитно-ракетные комплексы ОСА, реактивные системы залпового огня ГРАД и Ураган.